Глава государства в своем выступлении на первом заседании законодательной палаты Алии Маджлиса подчеркнул то, что на новом этапе развития Узбекистана необходима организация работы в деле законотворчества совершенно по-новому. Что Нижняя палата должна превратиться в площадку объективных дебатов и дискуссий по каждому законопроекту, борьбы между различными социальными интересами, выстяную школу демократии. Фракции политических партий в Нижней палате парламента уже начали обсуждение новых проектов законов. На заседаниях фракции НДПУ, Демократической партии Мелит Клянеш и Экологической партии Узбекистана депутаты обсуждали проекты законов о стратегическом планировании, о внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим усилением гарантии прав ребенка, о внесении изменений в закон Республики Узбекистан о микрофинансировании и другие. Многие поставленные целевые задачи охватывают среднесрочный и долгосрочный период реализации. И с этой позиции многие министерства и ведомства, исполнительные органы, правительства должны конкретизировать свои задачи, стратегические задачи на среднесрочную перспективу. Принятие данного закона способствует тому, чтобы правильно разработать эти законы, согласовать, принимать и создать конкретный механизм реализации этих документов. По проекту закона о гарантиях прав детей у народных избранников появились вопросы, касающиеся Семейного кодекса. Это один из самых важных вопросов, которые мы сегодня рассматриваем. Речь идет о судьбе детей и матерей-одиночек, а также об уплате алиментов. Это вопросы, которые мучают тысячи женщин в нашей стране. Что касается вопроса о микрофинансировании, то прозвучало очень много мнений и пожеланий, с учетом которых проект следует доработать. Вообще, цель законопроекта — создать благоприятные условия для дальнейшего развития сферы микрофинансирования. Депутаты предлагают увеличить сумму микрозайма до 50 миллионов суммов, микрокредита — до 300 миллионов, а микролизинга — до 600 миллионов суммов. Все три законопроекта были одобрены концептуально и вынесены на обсуждение в первом чтении на заседании законодательной палаты Оли Мажлиса. А на заседании фракции СДПУ Адуалад был рассмотрен ряд законопроектов в сфере государственного и общественного строительства. В частности, законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан. Как отметили депутаты, принятие документа приведет к ряду реформ в судебной системе. Речь шла о возможности изменения месячного срока рассмотрения претензий хозяйствующего субъекта на 15 дней. Вместе с тем определена норма, предусматривающая возможность решения постановлений судебных приказов, определения суда с использованием автоматизированной информационной системы. Также выступавшие акцентировали внимание на рассмотрении законопроекта о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим усилением гарантий прав ребенка. В этой связи, как отметили эксперты, принимается ряд практических мер. В частности, в Кодекс административной ответственности вводится запрет на административное выдворение за пределы Республики Узбекистан иностранного гражданина и лица без гражданства, не достигшего 18 лет, если один из его родителей, либо опекун, или попечитель имеет право на проживание на законных основаниях на территории Республики Узбекистан. По этим и другим законопроектам, обсужденным на заседании, исходя из позиции партии, депутаты внесли свои предложения. Были приняты соответствующие решения.